Сегодня мы приехали в город Индио. Опять-таки он находится в нашей долине, Каучала Бэлэй. И я решила вам показать Shields State Gardens. Shields – финиковые сады. Здесь выращивают сады. Выращивают финики, извините. Компания эта была основана в 1924 году, Floyd и Beth Shields. Floyd Shields был одним из первых фермеров финиковой промышленности в Каучала Бэлэй. И он создал целый ряд собственных гибридов и сортов. В том числе блондинка и брюнетка. И эти сорта производятся только здесь, в Индио, и нигде больше в мире. Финики эти. Это здание основное. Написано вот Shields State Garden. World famous. Мировая известность этих фиников. Сейчас я покажу чуть-чуть эти плантации, а потом мы зайдем внутрь и я покажу вам то, что они производят. Потому что Shields придумал не только новые сорта фиников, он еще придумал кристаллы из сушеных фиников, которые добавляют в еду. Можно использовать как заменитель сахара. Придумал смеси сушеных фиников различные. И самое, что интересное, что хозяин этой компании всегда находится в магазине. Вон там плантации с одной стороны. Есть новые молоденькие пальмы. Есть старые. И там сзади еще есть. Попозже я покажу. Хозяин всегда находится в магазине и всегда готов ответить на любые вопросы. Здесь продаются любые финики. Любые виды фиников. Здесь можно выпить финиковый молочный коктейль. Съесть финиковое мороженое, приготовленное по специальному рецепту Shields. Здесь есть ресторан и кафе. И вот такие разные придуманные сорта фиников. Например, вот это вот с орехами. Вот сейчас вот тут повиднее будет. Вот с орехами, посыпанные кокосовой стружкой. Вот, например, этот набор стоит 23,5 доллара. Вот это самый-самый распространенный вид фиников. Королевский миджулс. Они очень крупные, сочные. Как мармелад. Вот такие вот финики. О, есть здесь сорт фиников. Вот, хаджави. Вот 5 долларов эта коробка стоит. Сколько здесь? 453 грамма. Они более сухие. Финики. Вот. Что тут у нас еще? Вот есть финики. Бархи. Органика. Тоже вот 907 грамм. И стоит это 11 долларов. Они меньше по размеру. И более сухие. Так, хаджави. Деглет нор. Еще один вид фиников. Они более длинные, с более толстой кожицей. Но тоже очень сочные, вкусные. Вот 907 грамм. Но это 2 паунда, грубо говоря. 11 долларов стоит. Вот еще есть один вид. Питет деглет нор. 14 долларов. В общем, сортов здесь очень много. Но здесь не только финики. Здесь вот сухие манго продаются. Турецкие сухие абрикосы. Где-то миджуус тоже. Вот мне финики нравятся очень. С орехом внутри, с кокосовой стружкой. Вот полкилограмма 5 долларов. Очень вкусный. Няма-няма. Вот здесь можно. Вот коробочки выставлены. И палочки вот такие. Можно набирать и пробовать. Разные виды. Потом, если понравилось, то покупать. Покупаешь. Различные орехи, сушеные фрукты. Здесь кафе, где люди отдыхают и едят финики. Могут еду заказать. Типа кафе и ресторан. Вот такая красота. Здесь, по-моему, магазин. И всякие разные украшения для сада. Да, это всякие металлические штучки втыкают в сад. Сейчас я еще покажу плантации. Тут есть, ой, как красиво. Там небольшое озерцо и фонтанчики. И там тоже есть плантации. Вот какая красота. И все там пальмы, 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 пальмы. Там много плантаций сзади. Здесь, наверное, что-то проводится. Кто-то открытый такой. Вот там все плантации пальмовые. И наши красивые горы. Ну вот. Я вам показала кое-что. А сейчас я пойду и куплю что-нибудь себе вкусненькое в этом магазине. Пока!